Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Russian Power Guy! Мы с вами продолжаем играть Ex Machina, Ex Machina, Ex Machina, Hard Track, Apocalypse. В общем, любой из этих названий подходит для этой игры. Какой вам нравится больше, вы можете, конечно же, выбрать сами, но для меня это все равно, как с детства была Ex Machina, так и останется. Но, в общем-то, это не важно совершенно, потому что мы продолжаем. И сегодня у нас, как видите, мы в меню, потому что нужно приветствовать вас и сказать какие-то мысли, а у нас сейчас погоня за мэром. Поэтому, если не смотрели прошлую серию, обязательно посмотрите, там все у нас, предыстория всей этой погони есть. Собственно, сейчас мы за ним поедем и будем делать другие интересные вещи. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Не забывайте, что лайки, комментарии, подписки всегда приветствуются. Ну, а мы с вами продолжаем ехать по Фатерлянду преследовать мэра. Мэр ТСП. ТСП или ТСД. Или там что-то не прогрузилось, непонятно. Из-за того, что разрешение большое, не все буквы умещаются. Я не знаю, почему, но мы сейчас за ним поедем. Короче, мне кажется, этот мэр, он не чист на руку совершенно. У него есть какие-то, очевидно, свои мотивы. И этот город ему вообще по боку. То есть, он наверняка какой-нибудь не совсем честный человек. Не совсем правильный. Судя по тому, как он с нами общался, судя по тому, какие задания он нам давал. Это, в принципе, можно понять. И как-то так, да. То есть, сейчас мы за ним поедем, и, скорее всего, он едет на встречу с бандитами какими-нибудь. То есть, он сейчас приедет туда, наверное, и скажет им, здрасте, ребят. Я пришел договориться. Я пришел договориться. И не уверен, что что-то хорошо, это все пойдет дело. Но мы сейчас это и узнаем. Будем его преследовать. Я не знаю, можно ли приближаться к нему ближе, чем нужно. То есть, мне кажется, если я подъеду слишком близко, будет как с бандитами. Типа, слежка не удалась, и миссия провалена. Начинай заново. Заново преследует этот долбанный поезд. Если вы понимаете, о чем я. Я, на самом деле, пока не понимаю, куда он нас ведет. Возможно, это западня. Кстати, тачка у него интересная. Я такую ни разу не видел. Ну, или видел, или это какая-то модификация уже. Так, вы выполнили задание. Угу. Так. Сколько добра свалено в этом тайнике. Значит, мэр действительно вор. И если я расскажу об этом в мире, то его точно прогонят с управляющего поста. Если не хуже. И работники могут захотеть не водить. Лоджик согласен. Полностью согласен. А мы можем как-то приехать в этот тайник и ограбить его. То есть, давайте будем Рубин Гудами. Мы можем попробовать ограбить этот тайник. Зачем оставлять это все ему, если мы можем, так сказать, воровать у богатых, отдавать бедному. Я сохранюсь и проверю, могу ли я что-то с этим сделать. Нет, ну серьезно, как бы, давайте заедем посмотрим. Мне просто интересно, потому что, где он его хранит, на самом деле. Вот тайник, да? Ага. А почему здесь горит колесо? Это тоже тайник? Ага. Ааа, ну какой-то такой себе тайник, на самом деле. Три коробки, горящее колесо. Хе, некоторые и поболе. Так сказать, забирают себе, но... Ладно, допустим, возможно, там хранятся очень ценные материалы. И поэтому у них бензина нету. Короче, ничего в городе нет. И, видимо, все, что в городе появляется каким-то образом, он забирает себе. Ну, короче, такой нечистый на руку человек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успокоились. Успокоились. Короче, знаете, что еще, ребят, мне сказали в комментариях? Я все прочитал, потому что те серии были также предзаписаны. И поэтому ничего ответить я, собственно, не мог. Мне написали, что оказывается, можно вот с помощью кнопочки I создать свой собственный контейнер и переложить туда все, что тебе не нужно. И то есть меня уверили, что контейнер этот не пропадет. То есть я могу переложить все вещи спокойно в этот новосозданный мною контейнер, и вещи из него никуда не пропадут и будут лежать на том месте, где я их оставил. То есть это удобно, потому что так я смогу освободить свой багажник и не таскать свой постоянно ПКТ, шторм, шмель, которые пока мне никакой погоды-то не делают. И поэтому, возможно, нужно этим воспользоваться, только нужно найти место, где это оставить. Потому что если я это оставлю где-то посреди земли, этой гигантской, то, скорее всего, я забуду про это место, и все будет очень плохо. А мы так не хотим, потому что у нас есть хорошее оружие, которое мы нашли, и потом обязательно применим не на этой машине, а на другой. Это мы сделаем. Так вот, еще что я подумал. Кстати, да, большое спасибо за эту рекомендацию. И вот, сейчас смог наконец-то ответить. Так, это что за озеро? Мы топиться не собираемся никогда. Нет, мы будем объезжать эти озера. Озера и реки, и моря. Все это мы будем объезжать. Еще сказали, что вот тот город заброшенный, с высотками мы там ездили, там ничего не было вообще интересного, по сути. Оказывается, там дома-призраки, и через них можно просто проезжать, там текстурки сломанные. Ну, это прикольно. Но, я не знаю, если мы туда вернемся, мы это обязательно проверим. А если мы туда возвращаться никак сюжетно не будем, то, ну, блин, просто, просто оставим это как миф, который существует в этой игре. То есть, это не миф, это правда, но, я не знаю, есть ли смысл туда просто так возвращаться, но, если с целью миссии мы туда вернемся, обязательно все это проверим. Вообще, конечно, можно оставить этот контейнер здесь, в минине. Но, судя по тому, как у них здесь воруют, я не знаю, не уверен. Я понимаю, что это не связано. Так, давайте заправимся. Ничего нового нам не доступно. Знаете, что еще, ребят? Вот, может быть, кто-то из вас, кто... Сейчас, одну секунду. Кто более-менее шарит в этой игре, или лучше, чем я, по крайней мере, может мне ответить на вопрос. Когда я играл в первый раз в эту игру, у меня, вот, когда я ездил на Вене изначально, мне второй тачкой предлагало купить бойца. То есть, вот такая вот, не знаю, она быстрая, абсолютно непрочная. Тут остается одна пушка и багажник там на два слота. Ну, дурацкая какая-то машина, но я помню, абсолютно помню. Я приезжал в первый город, и мне предлагало купить мне молоковоз. Молоковоз, я не знаю, еще был там или нет, может, он был позже, или это с патчами что-то они исправили. Я не знаю, но, короче, если вы такую фигню помните, почему изначально мне предлагало купить бойца, то отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Я буду рад услышать какие-то версии теории по этому поводу, потому что я не совсем понимаю. Или у меня память поехала со всем крышей, или они игру поменяли. Как-то так. Короче, знаете, что я еще понял, ребят? Знаете, что я еще понял? Что покупая условный ржавый шип за 7385, я покупаю его не за 7382, извиняюсь, не 5, а 2. Потому что я куплю его за 5,649. Все почему? Потому что старый кузов мы продаем им. То есть, соответственно, на этой сделке я тоже что-то выигрываю. Это на самом деле очень и очень неплохо. То есть, в итоге, если мы хотим купить этот шип за 5,649, так, уйди, 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 уйди. И задний кузов, отличный бокс, он будет не 12 тысяч стоить, а всего лишь 6200, ребят. 6200, хотя нет, не 6200. Не 6200, я вас обманываю, он будет стоить дороже. То есть, если мы это все перекладываем сюда, да. Это будет нам стоить, ага, 10684. Дороговато, это дороговато, конечно, да. Нет, пока я не готов, но я, в общем и целом, понял, что здесь существует система трейд-ин, и это довольно прикольно. Короче, все. В мэрии кто-то нас ждет, в мэрии никого нет, мэр сбежал. Замечательно. Староста Бэки. Какие новости? А, все в порядке, хорошо. Надо рассказать рабочему Шарки об этом. Шарки, узнал что-нибудь. Вы правы, мэр, вор и обманщик. Я нашел, куда он возил городские богатства. Я аж говорил, не быть ему больше головой. Увижу, морду начищу. Раз вы теперь сами себе хозяева будете работать? Не вопрос. Тогда полезайте в кузов. Прям как... Грусть какой-то. Так, а... Все. Здесь у нас все. Пока ничего не улучшаем, двигаемся вперед. По сюжету, далее. Так, мы выполнили задание. Выполнили задание. Вы получили 400 монет. Пока... Так, стоп. Какое у нас на данный момент задание? Вообще, мы должны ехать к нефтяной вышке, отвезти работников на скважину. Что логично, потому что они должны работать. Пока что по заданиям все у нас хорошо. Но, ребят, у меня вот возникает резонный вопрос. Который, в принципе, очень даже себе вытекает из логики всей игры. Вот смотрите. Мы с вами играем, играем. На данный момент у нас накоплено порядка 18 тысяч кредитов. Но, как показывает местный магазин, ценники потом будут просто космические. Где пушку нужно покупать за 150 тысяч. Где грузовик, скорее всего, будет стоить не 6 тысяч, не 10. А все 100 или 200 тысяч. И вопрос какой. Где нам зарабатывать деньги, если за задание нам дают по 400 монет? Экономика такова, что мы продаем металлолом по 400. Ё-моё. Чё ты приехал? Куда ты? Блин, там мало кого. Что-то плохо. Ну, давай, разберемся с ним. Так уж и быть. Раз он приехал, придется с ним разобраться. Ой, хорошо. Мы ему сейчас снесли сзади. Очень хорошо. Врезаться это правильно. То есть, наверняка нужно покупать какие-то улучшения для этого. Да, блин. Нет, это была ошибка. Фатальная ошибка совершенно. Знаете, что хочу сделать? Нет, 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 нет. Так. Я хочу поставить шторм. Ой, 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 ой. Эээ, нет, это фигня. Это вообще не то. Корт обратно мне, пожалуйста. Я просто думал, что с дробачом я его размотаю на раз, два, три. А как-то вот не размоталось. Как-то вот вообще. Так, слабый ПКТ. Мы его выкладываем сразу. Металлолом мы оставим, потому что мы будем его продавать. Так, как-то надо вот сгруппировать, чтобы вещи лежали более-менее правильно. Так, все, хорошо. Просто дробовик перезаряжается 10 миллионов часов. Это очень плохо. Это реально плохо. Так, нас побили. Ну ладно, ничего страшного. Кстати, я опять еду не туда или что? Вроде туда. Так, F2. Если бы я не менял на дробовик, я просто его решил затестить. Так вот. Я вообще говорил не об этом. Я говорил о том, как зарабатывать деньги в этой игре. Потому что пока экономика нам не позволяет зарабатывать даже условные 50 тысяч. На всем этом деле. Это довольно интересно. Но возможно все впереди. И потом будут материалы в раз в 10 дороже. И все у нас только впереди. Возможно, это только начало всего. Так что зря я переживаю. Че, мужики, работать будем? Так, нефтяная вышка. Подчинились. Так. Металлолом здесь в цене. А, нефтяная вышка. Это сейчас как самостоятельный город получается. Неплохо. Неплохо. Так, мэрия. Нефтяник Крис, вышка. Здорово, нефтяник. Привет, нефтяникам. Вот и первая бочка нефти. Я отвезу ее в город и расскажу всем, что больше не будет переборовать. Топливо. Специально поставлю ее в кабину, чтобы ничего не случилось. Браво. Друзья, браво. Мы с вами справились. И теперь здесь действительно существует какая-то... Какая-никакая демократия. Или что-то вроде того. Пролетарии объединяются. Так, мы обрядно в Минин едем, да? Отвезти первую канистру нефти в Минин. Пока просто по катушке туда-сюда. Ладно, хорошо. Ну, как бы... Ладно, ладно. Мы отводим обратно. Мне совершенно несложно отвезти обратно эту канистру нефти. Это означает, что... Это означает только одно. Что сейчас люди должны зажить нормально. Но... Кого? Где? Они где-то появились и сразу исчезли. Это очень... Очень интересные люди. Откуда они берутся? Вот как бы... Иногда какие-то... Ну, кстати, да, ребят. Походу, эти контейнеры лежат здесь навсегда, что ли, остаются в этой вселенной. То есть, ну, типа, вот он лежит. Я уже успел скататься. Ну, блин, прошло не так много времени. То есть, я не загружался. Не сохранялся, кстати. Сохраниться нужно. Это правильно будет сделать. Ну, он все еще лежит. Короче, пока я ничего выгружать не буду. Но, если такая возможность появится и мне будет необходимо это сделать, например, я этим воспользуюсь обязательно и проверю. На крайняк я обязательно сохранюсь. Буду чаще сохраняться и проверять. Да не стреляй! Так, H. Хотелось бы, конечно, разобраться с местным мэром. Я просто проверяю постоянно эти тачки, как будто они появятся в скором времени. Так, староста что-то? Староста? Нет, ничего. В мэрии что-то? Ничего. Рабочий рид. Спасибо, ты очень помог нашему городу и всем нам. Ты всегда будешь здесь желанным гостем. Для тебя на все скидка. А как насчет дороги на север? Ага, вот. Когда нефтеоборот налажен, можешь ехать за нашими караванами. Они покажут тебе правильный путь на север. Именно туда, куда ты хочешь. Прощай. Прощай. Ага, а скидон-то на что? А где скидки? А? Мне кажется, мне нужно починить этот дробовик, да? А-ха! А-ха-ха-ха-ха-ха! Нифига себе! Две тысячи стоит починка? Ну, наверное, это нужно сделать в любом случае. Да. Мы починили шторм Теперь он починен Продвинутый ПКТ Корт мы ставим обратно Дробовик Окей Оставляем шмель Потом чинить будем А какие скидки у вас? Для кого? На что? А, давайте кузова проверим Давайте проверим кузова, потому что Нам сказали, что скидки А где скидки? А где скидка? А где скидка? Ты сказал, для тебя всегда скидки Он стоил 12 тысяч Он так и стоит Алло, дружище, ты меня обманул Никакой скидки ты мне не дал Это нехорошо Нехорошо людей обманывать добрых Ну ладно Так, вы получили новое задание 200 монет, появилась новая книга в журнале А куда нам нужно двигаться? Так, нажимаем F2 Заходим сюда Дорога на Хель Нам нужно в дорогу на Хель Так, найти Гомера Найти Оракула Так, стопы Найти Оракула Найти Гомера И найти морские врата Где-то далеко на севере находятся морские врата Караван изменена покажет неправильный путь Так, найти Гомера Гомер наверняка отсиживается в баре одного из рыбатких поселков Найти его будет несложно Хорошо Оракул В далеком северном острове, по слухам, живет Оракул Средоставленный Айвеном Гою идет туда Так, хорошо Что-то книги, кстати Путешествие с Адзибана Ну, это что-то тут прям много Всего читать Это я, наверное, читать не буду История книги, статистика, энциклопедия Кстати, вот Вэн, клоп, скаут, таракан, молоковоз, муравей, боец Вот такую тачку предлагала купить Как вторую Короче, если вы знаете Что с этим Почему так было Буду благодарен, если ответите мне на этот вопрос Так, человек ходит Какие-то они маленькие здесь Прямо по сравнению с машинами Но это, в принципе, и логично Машины здесь большие Так, нам нужно ехать направо Правильно я понимаю? Да Нам нужно ехать направо По дороге вот по этой И дорога на Хель нас ведет прямо туда Отлично, ребят Мы едем на север Мы Движемся на север Чтобы узнать Наконец-таки Всю правду И разузнать Про нашего Отца Возможно узнать Ответы на этот вопрос То есть Оракул Не Оракул там Пятое-десятое Это Будет, конечно Занимательно Окей Движемся тогда Вообще В принципе Если на той территории Будет новый грузовик Да Мне кажется Он должен там быть Мы его можем Наверное Как-то подфармить себе На него Но Опять-таки Я не знаю Сколько он стоит И возможно Нам придется просто Тупо апгрейдить Наш молоковоз До тех пор То есть Возможно Там уже будут кататься Такие мощные дяди Что нам Нам не справиться С обычным кордом И стоковым Молоковозом Это будет Наверное Ну Посмотрим Короче Посмотрим Я заглядывать Вперед не буду Так Это сломано Это сломано Но Мне бы хотелось Конечно Купить сразу Новый грузовик Этот второй дын Отдать Так сказать И Все Было бы здорово Было бы здорово Но Кто знает Возможно Ничего не получится Так Это ИП опять Да Это опять ИП Ну ладно Мы его здесь уже видели Я не знаю Мне кажется Здесь глючные НПС Некоторые Они просто Иногда ездят Вот Посмотрите На их маршрут Вот Что он делает У него какие-то Поступательные движения Он вырывает себе яму Возможно Он Копает Что-то себе Я не знаю Зачем ты это делаешь Братан Мне Очень много вопросов Но ответов Я не получаю То есть Каждый раз Ты просто катаешься Вот так вот по кругу У тебя здесь Тренировочная площадка Там Полигон Типа Ты учишься водить Или что Там Второй такой же Второй такой же Он вообще за картой Я не понимаю Мне кажется Это ошибка Здорово Покидаем область Перемещаемся В хель Так Ого Ого Ребят Ого Так Ф2 Выглядит Крайне Недружелюбно Так А что у нас За задание О май Гааааа Так Хель А задание Это у нас Какое Аха Так Найти оракула Нам предлагают Так Давайте посмотрим Где найти гомера А А Так, узнать, где находятся врата. То есть, Оракула мы знаем где, да? Ага. Ну, я не уверен, что мы проедем сразу туда. Давайте проедемся хотя бы по этой территории и разузнаем, что здесь вообще происходит. Это похоже на город. И это похоже на город. Давайте узнаем, что это из себя представляет. Похоже на мелкий город. Это Берко, это Олема. Угу, понял. Ну, давайте зайдем в Берко и узнаем, что происходит в этом небольшом поселении. Берко. Так, неважно. У них, так, смотрите, какие здесь вообще есть товары. То есть, книги, табак, электроника стоят просто космических денег. То есть, рабочее горючее, бутылки, нефть. Пока у нас такого не было. Так, бар. Закоулок, бар. Здравствуйте, бармен. Приветствую тебя, будни. Какие новости? Ничего интересного, понял. Нейл. Нейл. Сижу, грущу. А что не... А что так? А кому сейчас легко? Ну и сиди тут. What? What? Классный. Хороший мужчина. Стоять. Едем. О! Какие-то шотландские мотивы. Они или не они. Но действительно неплохо звучит. Добавляет колорита этой местности, как по мне. Так, а как заехать в этот крупный город? По всей видимости, я вижу уже, как в него заехать. Стоять. Стоять. Отлично. Эй, заезжаем. Ольма. Ну что, ребят, проверяем. Вэн. Молоковоз. Урал. Урал, ребята. Вот это уже действительно очень серьезно. А если я... Он стоит 31 тысячу. Пока у меня столько нет. Но это не очень дорого, я вам скажу. А если я нажму выбрать? Сколько я за него заплачу? 22. Ну, нет. Если еще... Ага, у него сразу две пушки. Это просто тема. Это то, что мне нужно. Я ставлю сюда миномет. А сюда я ставлю корт. Идеально абсолютно. Ребят. Это очень круто. Нам нужен Урал. А что предлагают нам? Ну, как бы... Собственно, то же самое. Предлагают шип. То есть, апгрейдить молоковоз. Ну, я не уверен. Не уверен совершенно в этом. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Неплохо, неплохо, да. Так, здравствуйте. Бармен. Приветствую тебя, будник. Есть ли для меня работа? Мы тут собрали какую-какую посылочку в селении Калис. Доставь ее, как будешь проезжать мимо. Хорошо. Это просто будем проезжать и доставим. Перчито. Перчито, перчито. Еще один с большой земли пожаловал. Приветствую вас, труженики моря. И тебе того же. А при чем тут море? Ну, это же рыбацкий посёлок, так? Ну-ну, полегче, ты находишься в столице свободного края, оглянись, ты море видишь? Признаться нет, простите, если задел ваши патриотические чувства, я ищу старика Гомера, не знаете такого? Кто же этого болтуна не знает, вечно напьётся и пристаёт ко всем со своими байками. А, так где же мне его искать? Попробуй один из рыбацких посёлков, и не смотри так, все остальные здешние поселения, кроме нашего, это именно рыбацкие посёлки, но мы не такие. Конечно, ничего общего, спасибо, поеду искать. М-м-м, понятно, очень гордый народ Ольма. Галден. Здравствуйте, Галден. А, ты не мог бы нам помочь? И чем же я могу вам помочь? Наш склад был захвачен местным населением. Почему же вы не можете его отбить силой? Нам не хочется ссориться окончательно с жителями этих земель, поэтому мы и просим тебя... А, я хочу, да? То есть, типа, я приехал, и не это самое, да? Ладно, я попробую. Хорошо. Разбери, ладно, ладно, помогу. Деньги лишними не будут. Тем более, что у нас есть теперь мотивация купить Урал. Хорошо. Допустим, в Ольму мы заехали. Увидели этот прекрасный большой крупный город, который порадовал нас своей архитектурой, патриотичностью и вообще очень гордым населением. Так, F2. Смотрим по карте. Сюда доставить посылка Калис. Дорог здесь не так много, как могло бы показаться. Но, однако, Берка находится вообще не на дороге, поэтому... Не стоит нам... Так, давайте посмотрим. Найти Оракула предлагают. А где Гумер? Гумер, где же ты? Так, ага. Понял. Освободить склад от бандитов. Где это? О-о-о-о-оу. О-о-оу-оу. Так, хорошо. Тогда пока едем в Калис. Пока что Калис. Довольно интересный выбор названия для поселения. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Очень необычное название, я бы сказал. Но, в принципе, почему бы и нет? Если они чувствуют себя кальчанами или каличанами, или же как можно еще назвать жителей этих земель, я не знаю. Калеостровичи. Очень хороший вопрос, ребят. Так, одну секунду, можете меня простить? Я вот так вот сделаю. Поехали. Поехали, ребят, в сторону Калиса, я так понимаю. Так, здесь развилка. Это он или нет? Это не похоже на Калис. Это похоже на еще один город. Лаука. Лаука. Это типа Лаука. Это как Лавка, только Лаука. Лаука. Неплохо. Селинда, бармен. Здрасте. Приветствую. Есть ли для меня работа? Нужно отвезти ку... А. Я согласен. Полинес. Полинес. Здравствуйте, Полинес. Кого только не приносит море. С чем пожаловал? Здравствуйте, рыбаки. Привет, коли не шутишь. Гомер не здесь живет? Да он нигде не живет. Все ездит туда-сюда, беспокойная душа. Поищи в северном поселке. Спасибо. Кристалл. Кристалл. О, путник, могу тебе рассказать одну историю. Удели мне минутку своего драгоценного времени. Давай мы еще не интересно послушаем. Было это очень давно. И случилось это где-то... И вооот... Пусть спит, а я поеду по делам. Что? Что не так с этими людьми? Почему они так странно общаются? Почему они такие странные? Ребят, я не понимаю. У них какие-то... Один спит, другой грустит. Это прям что-то из ряда вон выходящее. Я вообще не понимаю, почему так происходит и почему это все. Да уж, ребят, да уж Ну хорошо, мы движемся дальше Ребят, мне кажется, или Видео сильно тормозит Я не понимаю Все нормально с видео Если оно сильно тормозит Давайте я попробую перезапустить Точнее, на паузу поставить Почему так странно? Так, вроде нормально Блин, ребят, напишите потом в комментариях Если очень сильно лагает игра Я не знаю, что происходит с этим Потому что это реально очень странно Она прям иногда жестко лагает Я не знаю, с чем это связано При том, что На таком компе Это очень смешно Это реально смешно Как эта игра может так лагать Окей, гладиатор Это бар-гладиатор, бармен, здрасте Если для меня работа Объявлен охот, сезон охот Охот сезоны Ага, Эрик, здравствуйте Мы тут ловим рыбу Понятно Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Да он нигде не живет и ездит туда-сюда Беспокойная душа поищи в северном поселке Мне кажется Гомера Не существует Мне кажется все что мне здесь рассказывают Это обман Ребят А я сейчас подумал знаете о чем Мне в голову пришла Одна очень интересная И очень загадочная мысль А что если Мне не падают Более крутые вещи Более дорогое снаряжение Более дорогие продукты и материалы Просто потому что я езжу на стоковом молоковозе С довольно примитивной пушкой Я серьезно сейчас Я могу То есть как мне сказали Корт повышает уровень оружия и врагов Да появились молоковозы Но Черт побери если я прокачаю свой Грузовик Есть ли вероятность того Что мне действительно начнет сыпаться Что-то поистине Нужное Я серьезно сейчас совершенно Это Мне Сейчас стало Даже Так это засада Оооо засада Блин очень больная засада на самом деле А это что такое Это город Это город или не город Нет не город Заехать нельзя Очень странно Короче Меня не отпускает Эта мысль Мне кажется что В этом явно что-то есть Потому что Ну не может же постоянно Ничего не падать Уже на Какой там локации На локации На четвертой локации Уже по сути мы ездим На стоковом молоковозе И Я до сих пор Не заработал себе денег На машину Это как-то Хорошо Допустим Она появилась только здесь Короче Будем разбираться Ребят Надо разобраться С этим делом А почему здесь нет моста Почему Нужно объехать Или как Угу Так Я вижу поворот сюда И вижу поворот вот сюда Давайте съездим сюда Я не понимаю Что делать надо Короче Я загрузился Если честно Я прям загрузился Как игра Так давайте Я в два нажмем Так Это опасное место Здесь Засада на каждом углу Спокойно Все Хорошо Разделались Бандитов К сожалению Никаких нет Считается ли Засада бандитом Я не уверен Мне кажется Она ничем не считается Что это А А для кого Это сделано Вообще Какая-то военная база Или что это Куда мы приехали Вообще Что это Странное какое-то место Если честно Это город Да ладно Это город Это Солениом Солениом Прикольно Давайте Заедем в этот Солениом И узнаем Что здесь творится Вообще Чем люди занимаются Здесь точно море Здесь точно рыбаки Здесь не может Не быть рыбаков Так Ничего не собрал Опять-таки Ничего нет Бармен Здрасте Приветствую Я буду кинулась Ничего нет Толион Мы тут ловим рыбу Понятно Спасибо Хелм Сижу Грущу А что так А кому сейчас легко Ну и сидит Гомер Гомер Здорово Ну ты даешь Братан Я думал Ты получше Выглядишь Конечно Не каждый день Видишь здесь новые лица Добрый день Не подскажешь Где я могу найти Гомера Ну предположим Что я Гомер Что тогда Тогда я поставлю тебе Стаканчик другой И выслушаю Одну из твоих Знаменитых историй Это мне по душе Что именно ты хочешь узнать А Бармен Налей чего-нибудь Покрепче моему другу Итак Гомер Расскажи мне О том загадочном месте В котором ты побывал А больше Никто так и не смог Его найти Дело не в том Что найти Никто не смог А в том Что уйти живым Оттуда трудно Да и мало кто В такой глушь сунется Один Я такой любопытный Ближе к делу Не торопи Так вот За западным болотом Есть сеть ущелье Если не запутаешься Если не заплутаешь То скорее Окажешься На берегу моря И вот там ты И ждет напасть Здоровенная махина Дымит Зубами Лязгает Жуть Да и только Еле-еле Удалось мне спастись И только потому Что я был там ночью Вот такая история Чушь какая И ради этого дурацкого Километров проехал Обижаешь начальник Во-первых Это все правда Во-вторых Не станет такое чучело Просто так дымить Что-то оно там охраняет А в-третьих Есть еще один момент Только я один знаю место Где твой грузовик Сможет по болоту проехать Прости что я спырил Очень уж нервная У меня жизнь Последнее время Мне нужно проверить Что охраняет твой монстр Подскажи Где проезд через болото Эх доброе У меня сердце Особенно после пары стаканчиков Вот в этом месте Сухое дерево Прямо напротив него Мелкое место Только будь осторожнее Спасибо добрый человек Ммм Мы нашли гомера Гомер Это здорово Это хорошо Ааа Ну короче Рассказа Вы получили Пять Тысяч Монет Вау Так Кажется Денежки Денежки Мани 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 Денежки Мани Мани Ой Хорошо Хорошо Так Так Хорошо 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 Предлагаю съездить Теперь Вот сюда Или вот сюда Ну вообще Нам нужно по сюжету Вот сюда Поехали Поехали Ну раз такое дело Конечно нам нужно посмотреть Так найти морские врата Добраться до врата То есть мы уже знаем Что они здесь Отлично Ааа Так Найти оракула Оракул А где же это оракул Стоять А Оракул там же где и врата Да Здорово Понял Преодолеть болото Аа Как это все А стопы Здесь болото Так Оскололадить свал от бандитов Во Здесь бандиты кстати живут Так что мы можем к ним съездить Зачистка территории Ааа Я понял То есть По бочке у нас еще есть Я понял Все хорошо А болото мы преодолеем в любом случае Аа Потому что наверняка там что-то Оход завершена А сколько мне дали Ноль Угу Блин Не люблю эти доты Они заграждают прям путь Приходится их объезжать каждый раз Ну Типа окей Ладно Короче Ааа Вроде бы неплохо У нас сейчас 22 тысячи То есть Еще чуть-чуть И мы сможем позволить себе Ааа Новенький Вкуснейший КамАЗ Или как он здесь называется КамАЗ Да Нет Че Че Я же не путаю КамАЗ Нет Короче вы поняли Грузовичок Можем себе позволить Новый Просто будет Классно Если мы его купим И найдем Дальше мы проехать не можем Из-за того что Все сломано Но меня смущают Вот эти ворота Которые я нашел Мне кажется На них что-то будет завязано Типа Это скорее всего Какое-нибудь секретное место Там оракул Скажет Приди Что-нибудь Сделай Там я вижу Твое будущее В этих воротах Зайди туда И ты увидишь Все Ааа Ну может быть Так и не будет И возможно Это просто Какой-то закрытый город Поселение Которое Живет в горах На глубине Сибирских руд Они Занимаются Какими-то делами Как Гномы Во властелении колец А Господи Я думал Это враги Я думал Два молоковоза И все Мне конец А это просто Какие-то молоковозы Из ТСП Кстати Что такое С ТСП Вот мне интересно Какие ТСП Отношения ТСП Это Торговцы Северного пути Я понял Так ИП Искатели приключений Просветители Союз фермеров Торговой станции Команда Феликса Кто Такой Нахрен Этот Феликс Я его в жизни Не видел Что за бред Вообще Я не видел Этого Феликса Ни разу В жизни Меня обманули Я вам клянусь Ребят Я не знаю Кто такой Феликс Меня просто Обманули Наглейшим образом Потому что Я не знаю Кто это такой Почему у меня С ним вражда Я то есть Как можно воевать С человеком Не знаю Это нормально Вообще Абсолютно То есть Я Как бы Человек адекватный И как бы С кем воевать Если никого нет Лучше вообще Ни с кем не воевать О Сосада Стоять Блин Чуть-чуть не добил Это нормально О Хорошо Хорошо Это мы правильно сделали Кстати здесь какой-то Крупный город Как мне кажется Если он не враждебный Конечно Раз здесь стоят Враждебные доты Нет Это не город Или город Ага Бандиты Это точно Нормальное поселение А Это скаут Ну давай Выезжай Ага Не только скаут Понял Не только Скаутом Единым Так Нефть А Ребят Нет Кажется Дело В общем-то И не в машине Потому что Падает С них Материалы Совершенно Разные Нефть Ребят Нефть Да Нефть Так что Сейчас Мы можем Поживиться Хорошо Так Мы взяли Нефть Мы взяли ПКТ Нефть В принципе Это хорошо А у него Только Какая-то ерунда Давайте проверим Остальные Ааа А все это Соответственно Соответственно С них Больше ничего Не выпало Ладно Давайте Заедем В этот Мини-город И узнаем Что здесь Творится Это Что Кардан Кардан Или Кардан Уж не знаю Почему тут Нефть По тысяче Тупо По тысяче Нефти А давайте Посмотрим Где она Может быть Еще дороже Так Лаука Товары Так Нефть 1100 1100 1100 В кардане 1025 В вольме Вообще Не нужна В берка Ну Вообще Ценники Все варьируются Где-то по тысяче Так что Можно продавать Спокойно Здесь И не Так Чего Не нужно ПКТ ПКТ Мы этот Продаем Тоже Он нам Не нужен 24 тысячи Денег Ребята Это очень Прилично Повариха Нюра Это та самая Приветствую тебя Путник Если для меня Работа Бандиты Потеряли Всякий Стыд Подстрелив Несколько Территорий Как склады Ходят Так Понял Это короче Просто охота Матвей Здравствуй Матвей Привет Садись И выпей Со мной Рюмочку Ананаги Ананага Ананага Кто такая Ананага Если ты меня Угостишь Не откажусь А можно С ним пить Он меня не Обкрадет Спасибо Но у меня Дела Или надо С ним Выпечь Нет Давайте Знаете Что сделаю Спасибо Но у меня дела Я нажму F2 И выпью С ним Мне кажется Он меня может Споить Чего захотел Плати Сам Халявщик Ну и пить Ну и пить Свою На Ногу Что Здесь очень Странные люди Живут Они Они ведут Себя Совершенно Странным Образом Они Очень Очень Непонятные Что Они делают Они Странно Общаются Ладно Нам туда Поехали Так У нас Есть Время На Бандитов Да Окей Ну если Убьем Кого Будет Здорово О Кстати Вот и Придурки Рыбак Мы Воюем С рыбаками Теперь Ну ладно Воюем С рыбаками Так Воюем Перезарядочка У нас Боец Рыбак Почему Мы Воюем С Отличной Наступательной Шершей Что Нам Сделали Рыбаки Я не знаю Но мы Сейчас Нефть Продадим Так Нефть И вот Это все Остальное Мы тоже Можем Продать Спокойно В этом Городе Благо Она В цене Да Идет Время Конечно Поэтому Просто Мне Таскать С собой Не Очень Охота Так Будет Гораздо Быстрее Продадим Отличной Наступательной Шершей Нам Не Нужен Спектр Мы Продаем И Нефть Да Она Немножко Подешевела Но мы Деньги Все равно Свои Получили Уезжаем Просто Здесь Ближе Всего Это Сделать А так У нас Хотя Инвентарь Более Менее Полон Так F2 Продолжаем Ехать По Этой Дороге Не знаю Куда Нас Приведет Но Наверное В город Какой У нас Очень много Заданий Здесь Появилось В этой Местности Нужно Их Все Выполнять А О По кому Стреляем Меня Нашли Я вас Тоже Нашел По моему Они Стреляют Не по Мне Они Стреляют В какую-то Другую Сторону Возможно У них Прицел Взбитый Возможно Им Стоит Прать Прицел Раз Они Автоматические Какие Куда Это В смысле Куда Это Ведет Чуть Ерунда Куда Так Здесь Ничего Нет Возможно Там Город Возможно Там Можем Найти Что-то Еще Новое Или Там Просто Дорога В какой-то Другой Регион И Будет Очень Обидно Доехать Туда И Ничего Не Получить Реально Ничего Нет Вообще Ничего Нет Ага Окей Да Ладно Серьезно Что Там Вообще Ничего Нет Там Конец Карты Я Сейчас Не Понял Зачем Я Сюда Еду Ради Чего Все Это Типа Жена Аллушка Ох Молодой Человек Беда У Меня Что У Вас Случилось Мой Муж Поехал На Рынок И Пропал Наверное Продал Товар И Запил Вот Я И Пошла На Его Поиски А Я могу Помочь Тебе В Его Поисках Спасибо Аллушка Какая Какие новости Ничего Так Даррен Здрасте Мне нечего тебе сообщить Очень жаль Круто Здорово Жена Жена Аллушка Ты Привез Моего Мужа Еще Разыскиваю Я Понял Интересно Как бы Че к чему Искать Этого Мужа Он Что Сам Не Может Найтись Ладно Найдем Мы Тебе Мужа Этого Мы Все Рано Катаемся По Всем Городам Давайте Доедем До Приехать На Склад Зачем А Склад Бандитов Найти Мужа Ой Зачистка Территории Так Нам Сейчас Сюда И Туда Что Ли Да Е Мое Ребят Мне кажется Это Очень Долго А Сократить Маршрут Мы Как-то Можем Нет Я Бы Очень Охот Завершена Каждый Уничтоженный 1180 Панет Мы Получили За Каждого Уничтоженного Врага Это Довольно Неплохо Я Решил Немножко Сократить Ребят Вот Зачем Нам Лишние Какие Движения Тем Что Нас Могут Убить И Мы Забудем Все Вообще Что Было С нами Очистим Склад О Во 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 Так Сейчас Спустимся Вниз Сохранимся И Поедем Давай 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 Ну Опасное Место Конечно Выглядит Недружелюбно Поехали Так Время Этих Бандитов Уничтожить Наказать Че Где Алло Ребят Склад Что Здесь торговать Можно А че Мне же надо Очистить Охранник Здорово Стой Кто Идет Спокойно Я не враг Вам Это уж Нам Решать Выкладывай Кто Таков Мне Поручили Важную Миссию Договориться С вами Об освобождении Склада Ха Торговцы Поняли Что захват Нашего Лидера Был Не лучшим Поступком И они Готовы Его Освободить Они Захватили Вашего Лидера Хоть бы Меня Предупредили У нас Сейчас Сложные Времена Понимаешь Этот склад Единственный Дорычаг С помощью Которого Можем Диктовать Свои Требования Грязным Торговцам Чего Ж Вы Хотите В данный Момент Мы Просим Освободить Нашего Лидера Только После Этого Мы Уйдем Со Склада Хорошо Я Помогу Вам Я Ваш Лидер Слишком Это Хлопотно Проще Но С другой Стороны Они же Тоже Люди И Им Тоже Хочется Жить Но Они же Не хотели Захватывать Этот Склад Потому Что Я Понял Какой Здесь Народ Он Очень Непростой И Очень Противный Поэтому С другой Стороны Мне Хочется Помочь Обеим Сторонам Вряд Ли Такое Получится Они Эти Захватили Эти Сказали Что У них Захватили Лидера И Они Хотят Жить Что Хорошо Я Помогу Вам Где Ваш Лидер Знали Вы Сами Освободили И Это И Есть Твоя Основная Задача Узнать Где Он Ладно Пробую Все Выяснить Хорошо То есть Будем Немножко Человечнее Какая У нас Страшная Сумма Денег 26 666 Ужас Какой Ужас Вы Получили Новое Задание Так Хорошо Освободить Лидера Экстремистов Узнать Вольми Где Держат Лидера Стоп В смысле Экстремисты Какие Экстремисты Я не хочу Помогать Экстремистам Экстремисты 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 Что-то тут не то Ты меня обманываешь Ты меня обманываешь Игра Я не знаю Не знаю Вроде нормально А что С кем-то Поссорился Уже Что-ли А Рыбаки Война Почему Почему Я с рыбаками Воюю Не важно Ребят Давайте На этом На сегодня Закончим Нажмем F2 И Будем В следующей серии Разбираться Там Какие-то Ребята У нас Совершенно Разношерстные И короче С этим будем Разбираться В следующий раз Всем большое спасибо Кто посмотрел Видео Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу Вконтакте Ну а на сегодня У нас друзья Все Всем пока Пока Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров